Виртуозы боевого искусства. Белгородцы успешно выступили на первенстве чемпионате мира по грэплингу, завоевав 17 медалей, из них 7 золотые. Соревнования проходили в Минске в конце сентября и собрали около 600 спортсменов из 40 стран мира. С победителями-призерами встретилась Наталья Рединская. 18-летнюю Офелию коллеги по рингу называют танком. Это комплимент. При весе 53 килограмма девушка обладает редкой физической силой, точными движениями, управляется даже с тяжеловесными соперниками. Отдав несколько лет дзюдо в грэплинг, Офелия пришла полтора года назад и уже успешно освоила это боевое искусство. В ее копилке серебро и бронза, чемпионаты Европы в Италии и новая победа на недавнем чемпионате в Белоруссии. Финальная встреча, конечно, с украинкой. Она серьезный очень соперник. Боролись очень долго, замечаний было, не могли ничего сделать друг другу. Но в итоге получилось. Я ее выиграла, поймала на ее ошибки и досрочно выиграла ее в решающем приеме. Первенство и чемпионат мира по грэплингу проходили в столице Белоруссии с 29 сентября по 4 октября. Чемпионские звания пытались завоевать сильнейшие спортсмены из разных стран мира. Белгородскую область представляли 10 человек. Результат – 7 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовые медали. Егор Солодовников – один из самых молодых борцов. Свои 12 уже обладатель Кубка мира по грэплингу. Тренируется около года. Заниматься единоборством посоветовал отец. Новый для себя вид спорта. Мальчик полюбил с первого удара. Сейчас все свободное время проводит на ринге. На соревнованиях в Белоруссии выиграл первенство мира. Одна из самых тяжелых сваток была именно полуфинал, когда мы боролись все 5 минут до конца сватки. И я одержала победу со счетом 9-2. Федерация грэплинга появилась в регионе два года назад. Срок небольшой, но сейчас белгородский грэплинг выходит на новый уровень. Спортсмены участвуют и выигрывают крупнейшие турниры. За плечами бойцов хорошая база. Занятие дзюдо, самбо, вольной борьбой. Подготовка похожа, однако грэплинг имеет свою философию. Прежде всего, это умная борьба. Ты можешь быть физически сильным, физически здоровым спортсменом. Но ты должен понимать, что отработанные действия, отработанные движения, они всегда возьмут верх над грубой физической силой в греку. Высокие результаты – новый стимул, но никак не повод расслабляться. Сейчас спортсмены готовятся к традиционному межрегиональному турниру «Белгородская крепость». Он пройдет в Шибетино в конце ноября. Борцы нацелены только на победу. Наталья Рединская, Александр Поддубный. К этому часу «Белгород». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова